МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Сегодня в эфире. Права граждан Западной Армении. Арменак Абрамян. Пантюркистский проект Турции и Азербайджана и продолжение геноцида против армян. Ваган – символ победы и мужества. Уничтожение армянского наследия Западной Армении и последствия Патрик Донабедян. Сыны Западной Армении Айк Патикян. Татуям представил немецким журналистам преступления Азербайджана против Арцаха и механизм насильственной депортации армян Арцаха, выжившие при взрыве на складе топлива в Арцахе. В правовых и демократических рамках статуса граждан Западной Армении важно, чтобы наши избранники имели наш мандат доверия. Это возможно лишь в том случае, если все мы будем гражданами Западной Армении. В этом отношении гражданство Западной Армении признана Организацией объединенных наций и Декларацией прав коренных народов. Нам необходимо пересмотреть наше объединение как народа, иначе мы не сможем защищать свои права. События в Арцахе ясно показали, что Республика Восточная Армения не имела ни воли, ни военных средств для защиты Арцаха от агрессии Азербайджана. В ходе Первой Арцахской войны мы продемонстрировали нашу силу и сегодня нам нужно снова объединиться, чтобы защитить наши права. Национальный совет Западной Армении был воссоздан на освобожденной территории, которая никогда не была и не будет частью Азербайджана. Мы обязаны сохранить нашу национальную идентичность и культурное наследие, также противостоять всем вызовам в духе единства и борьбы. Вместе мы можем сформировать наше будущее и восстановить наши исторические права. Ведь наша сила и единство в наших руках. Геноцид, совершенный против армян, следует рассматривать как системный процесс, начавшийся в Османской империи руками партии младотурок в 1915 году. Геноцид продолжался до 1923 года. Лозанский договор окончательно подтвердил уничтожение армян. До геноцида в Османской империи проживало более двух миллионов армян. После массовых убийств осталось лишь несколько десятков тысяч армян, которые впоследствии также стали жертвами преследования и насилия. Нынешняя политика Турции и Азербайджана является продолжением этих исторических событий, основанных на пан-тюркистской идеологии. Войны, происходившие между 1919 и 1923 годами и создание новой Турции, предали армян забвению. Армяне остались беззащитными в глазах международного сообщества, которое предложило им лишь небольшую религиозную и гуманитарную поддержку. В армянской мифологии вагн олицетворяет силу, мужество и победу. Его часто ошибочно считают богом огня, однако это представление ошибочно. В армянской мифологии нет бога огня, огонь и молния, приписываемые к вагну, являются всего лишь символами силы. Наши предки создали систему ценностей, основанную на восьми божествах, к идеалам которых стремились люди. Вагну как символу мужества и победы не поклонялись, а прославляли его как воплощение силы. Люди таким образом пробуждали своего внутреннего вагна, живя сильной и победоносной жизнью. Оставаясь верным своим корням, мы также должны прославлять нашего внутреннего вагна. В 2015 году Германия признала свою причастность к геноциду, что было важно как на политическом, так и на историческом уровнях. Германское государство признало, что его военное присутствие в Османской империи сыграло важную роль в организации и осуществлении массовых убийств армян. Исходя из этой реалии, трудно понять, почему до сих пор требуется, чтобы турецкое государство официально признало геноцид, поскольку, по сути, оно уже признало свою ответственность. Несмотря на то, что слово «геноцид» в то время еще не существовал, немецкое государство признало, что ответственность за массовые убийства сотен тысяч, даже миллионов армян лежит на руководстве Османской империи. Однако геноцид – это не только физическое уничтожение людей, но и устранение культурного наследия. Огромное культурное наследие армянского народа в Западной Армении стало объектом уничтожения. Уже в конце XIX века во время правления султан Абдулгамида начались не только массовые погромы, но и систематически уничтожали свидетельства армянской культуры и архитектуры. По подсчетам немецких пасторов, к концу XIX века на территории Западной Армении было разрушено множество армянских памятников и церквей. Этот процесс продолжался во время геноцида армян 1915 года по 1923 годы, когда не только физически истреблялись армяне, но и целенаправленно уничтожалось культурное и историческое присутствие. К сожалению, за этот период сохранилось немного документов о армянских церквях, монастырях и других культурных памятников. Однако имеющиеся факты, такие как фотографии, сделанные солдатами русской армии, свидетельствуют о массовых разрушениях. В XX веке уничтожение культурного наследия продолжалось. В 1950-х годах в Турции поднялась новая волна разрушений, о которой имеются скудные свидетельства. Однако местные жители подтверждают, что в те годы многие армянские памятники были разрушены. Это повторилось и в 1970-х годах, когда турецкие власти возобновили операции по уничтожению армянских культурных памятников. Геноцид, совершенный против армян, и последующее уничтожение культурного наследия продолжались в течение столетий с той же последовательностью. Преследуют цель стереть любые следы армянского народа на землях Западной Армении. Эти утраты лишь увеличиваются, и мы, как армяне, несмотря на все трудности, обязаны защищать и сохранять нашу историю. Сыны Западной Армении Айк-Паттикян Айк-Паттикян был известным скульптором из Сан-Франциско. Работал в разных стилях, прославился как автор ряда произведений искусства, украшающих здания, парки и музеи в Сан-Франциско и других американских городах. Паттикян родился в городе Иван в Западной Армении, бывшей в то время частью Османской империи. В то время искусство фотографии еще только зарождалось. Отец Айка заинтересовался новой технологией. Турки обвинили Паттикяна, старшего шпионажей, в пользу русских, и лишь благодаря удачному стечению обстоятельств ему удалось бежать в США. Айк с родными вскоре последовал за ним. А проработав несколько лет на ферме отца во Фресно, переехал в Сан-Франциско, где начал создавать скульптуры. Прославившись Соединенных Штатов, как талантливый скульптор, Паттикян отправился в Париж. Среди его разнообразных работ скульптурное изображение Авраама Линкольна, украшающее здание Мэри в Сан-Франциско. Статуя генерала Джона Першинга, командовавшего американскими вооруженными силами в Европе во время Первой мировой войны. Установленная в парке рядом с мостом Золотые ворота, также несколько фигур, изображающих героев классической мифологии. Паттикян также спроектировал и извоял ряд классических картин для фасадов зданий, среди которых небоскреб компании Мэтт Лайф, расположенный в центре Сан-Франциско. В центре права и справедливости фонда Татуян Арман Татуян принял ряд ведущих немецких журналистов. Татуян представил преступления Азербайджана в отношении Арцаха и механизмы насильственного переселения Армян-Арцаха. На примере села Неркинхат Капанского района также были представлены доказательства преступления Азербайджана в приграничных населенных пунктах Армении, расизма и вражды Азербайджана по отношению к Армении, также государственные политики по уничтожению армянской идентичности. Арман Татуян представил доказательства вырубки тысяч деревьев в заповеднике Шиакаох, строительство десятков километров военных дорог, которые наносят катастрофический экологический ущерб Армении. Арман Татуян особо подчеркнул важность сотрудничества как с армянскими, так и с международными журналистами. Необходимость более полного использования этого потенциала для информирования мира о нарушениях Азербайджана и предотвращения новых, особенно перед КОП-29. Арман Татуян также ответил на вопросы журналистов, касающиеся пограничных вопросов Армении. Последней Арцарской войны и преступлений Азербайджана. Ежегодно в Национальном ожоговом центре встречаются выжившие после взрыва на складе топлива. Им требуется длительное реабилитационное лечение. В результате взрыва унесшего жизни 219 человек более 300 человек получили ранения. Многие из них с ожогами конечностей. В ожоговом центре проводятся пластические операции, однако заживление ран затрудняет восстановление функциональности организма. По данным Министерства здравоохранения, 243 человека получили медицинскую помощь в медицинских учреждениях Армении, пятеро из которых дети. Лечение 20 человек проходит за рубежом. Штаты, Франция, Италия. Выжившие рассказывают, несмотря на попытки организовать очередь у склада топлива в воинской части Айказов и не позволить курящим подходить к резервуарам, контроля и регулирования не было. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Субтитры создавал DimaTorzok